Если вы ищете способ стать чувствительными к жизни, если вы хотите стать восприимчивыми, то важно уделить внимание своему питанию. Если понаблюдать за тем, какая пища лучше всего воспринимается организмом, вы естественным образом заметите, что это вегетарианская или растительная пища. Обычно я ем всего один раз, и этого хватает на целый день. Не могли бы вы объяснить, почему в Индии так много вегетарианцев и какое значение еда и фрукты имеют в вашей обычной повседневной жизни? Сейчас примерно 38% населения Индии — вегетарианцы по традиционному укладу. Около 50 лет назад почти 60% населения были вегетарианцами. Но врачи с западным образованием начали уверять, что в таком случае тело не получает достаточного количества питательных веществ, и что нужно есть хотя бы немного мяса. Поэтому стали есть больше мяса. Но даже сейчас в Индии мясо употребляют не так, как на Западе. Оно идет как дополнение. Даже для невегетарианцев это только гарнир. В чем же причина вегетарианства? Когда ваше выживание под угрозой, вся жизнь направлена на это. Но стоит вам с этим разобраться, как вы начинаете задаваться вопросом, в чем же смысл? Когда стоит вопрос выживания, кажется, что когда он решится, все будет прекрасно. Но вот вопрос выживания решен, и вы осознаете, что заблуждались. Вы, как жизнь, желаете чего-то большего. Эта земля была богатой, и выживание давалось людям легко. Поэтому они обратились вовнутрь и начали развивать различные аспекты этого. И очень важный момент — до 70% населения были активно вовлечены в духовную жизнь. Обращение внутрь себя играло в их жизни важную роль. Поэтому, когда они обратились внутрь, они осознали, что имеет значение то, какую пищу они употребляют. Если вы хотите лишь иметь мускулистое тело, тогда можете есть мясо, выращивать мускулы и сражаться друг с другом. Если же хотите стать восприимчивыми к жизни, и ищите возможность видеть нечто за гранью того восприятия, которое считают обычным, тогда пища, которая попадает в организм, играет важную роль. Какая пища проходит через организм с наименьшим сопротивлением, с наименьшими сложностями? Чтобы разобраться, давайте сравним. Возьмем сырое мясо. В организме человека по сравнению с плотоядными животными. У всех плотоядных длина пищеварительного тракта всего лишь в три раза больше длины тела. У травоядных длина пищеварительного тракта в пять-шесть раз больше длины тела. У человека длина пищеварительного тракта может достигать семи-девяти метров, что в пять-шесть раз больше длины тела. Если в пищеварительный тракт такого типа попадет мясо, оно будет идти по нему очень долго. Сурое мясо проходит через пищеварительную систему человека примерно за 70-72 часа. Приготовленное мясо пройдет по тракту за 50-52 часа. Приготовленные овощи где-то за 24-30 часов. Сырые овощи за 12-15 часов. Фруктам понадобится от полутора до трех часов. Таким образом, мы начали распознавать, какая пища переваривается наиболее полно, не загрязняет тело и очень быстро проходит через организм. Потому что в йоге это очень важно. Даже сегодня мы стараемся придерживаться правила. Чтобы мы не ели, уже спустя два с половиной часа мы должны проголодаться. Или желудок должен быть пустым, но мы не будем есть. Желудок пуст, но мы энергичны, поэтому мы не едим. Здесь, в центре йоги, едят всего два раза в день. В десять утра и в семь вечера. И все. Обычно я ем всего один раз. Когда я путешествую, это может немного меняться. Но когда я дома, обычно я ем один раз. Утром или вечером? Мне просто интересно. Обычно я ем в полпятого пять вечера. Этого хватает на все двадцать четыре часа. Это не какое-то правило. Просто такова необходимость. Если в какой-то день вы очень физически активны, то можете съесть легкий завтрак, фрукт или что-то подобное. Еду не стоит превращать в философию или религиозный процесс. Это потребность организма. Если проследить, какая пища лучше всего подходит для тела, легко убедиться, что это вегетарианская или растительная пища. С ней тело чувствует себя комфортно и расслаблено. Тело гибкое, расслабленное. Ему приходится меньше перерабатывать на ежедневной основе. Так что естественно, что те, кто наблюдали природу своего тела, стали вегетарианцами. Пока выживание давалось с трудом, охотиться и питаться добычей было естественно. Но как только общество перешло к земледелию, люди получили возможность выращивать все необходимое. Они все больше и больше наблюдали за собой. Вместо борьбы за выживание появилось стремление подняться на новые уровни познания и восприятия. Тогда вегетарианство становится естественным процессом. Это неизбежно в любой части мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok